Всем добрый день, это проект Редколлегии Читару. Меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару, и сегодня мы беседуем с нашим спецкорреспондентом Кирой Деревцовой. Кира, привет. Привет, здравствуйте. Добрый день еще раз. Мы хотим обсудить выборы, которые прошли одни в эти выходные. Сегодня у нас шестое июня. Выборы главы Балейского района были на выходных 4 июня, а в предыдущие выходные выбирали главу Каларского округа. Мы-то привыкли его называть Каларским районом, но он теперь округ. Там выбирали главу района после того, как предыдущий глава ушел в отставку. Климович, его фамилия. Он был избран, по-моему, в 19-м, кажется, году. В 20-м году он был сотрудником компании «Удаканская медь» до того, как избрался в муниципальную власть и считался ставленником компании «Удаканская медь», которая разрабатывает в Каларском округе крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире удаканское месторождение меди. Почему уволился Сергей Климович, мы доподлинно не знаем. Он давал нам по этому поводу комментарии, в которых цитировал кого-то из классиков. Кого? Да, он цитировал героя «Горе от ума». Про то, что выслуживаться тошно. В общем, есть какой-то негативный шлейф в увольнении Климович с этой должности. Точных деталей мы не знаем. Можем только догадываться и обсуждать их сегодня не будем. Климович ушел с должности и по закону были назначены выборы. Основными кандидатами на должность к финишной ленте была Наталья Корбут, заместитель Климовича, которая приехала работать в район из района Чернышевского. И главврач центральной районной больницы Бояр Бадмаев и Владимир Устюжанин, прораб строительного участка механизированного комплекса БАМ, который одержал победу с довольно разгромным результатом. 68% голосов он набрал. Каларский округ – это один из самых малонаселенных муниципалитетов в регионе. Там около 8 тысяч жителей, по-моему. Избирателей, понятно, еще меньше. Явка была невелика. Меньше 2000 голосов победитель набрал. Всего в выборах принимало участие 1768 избирателей. Мы много обсуждали выборы в Каларском округе здесь в редакции. И вообще они привлекли такое достаточно серьезное внимание в связи с тем, что буквально накануне выборов рассыпалась территориальная избирательная комиссия. Правильно я говорю? Территориальная? Да, правильно. ТИК мы называем. ТИК – это подразделение краевой избирательной комиссии, которое курирует выборы на территории района. ТИК в буквальном смысле разбежалась, рассыпалась, люди уволились. И эту ТИК пришлось очень быстро собирать. И в этот ТИК был введен политтехнолог Илья, по-моему, Паймушкин. Он был введен еще при старом составе ТИК вместо представителя от «Единой России». И когда оставшиеся члены комиссии подали заявление на выход из нее, Паймушкин, Илья Паймушкин там остался. А затем стал заместителем председателя территориальной комиссии. Это вообще было нонсенсом, потому что мы не привыкли, мы вообще не привыкли знать имена и фамилии, тем более политтехнологов. Но здесь этот факт стал публичен, что политтехнолог Илья Паймушкин, который вообще-то легко гуглится, причем гуглится вполне определенный, ну как это называется, шлейф, наверное, да, в интернете, вдруг входит состав территориальной избирательной комиссии. У меня первые ощущения были, ну таким искренним удивлением, что так вообще может быть. И сам факт того, что ТИК рассыпается накануне выборов, ну было очевидно, что что-то идет не так. Потому что, ну давайте представим, что у нас в следующем году, например, ключевые выборы президента, да, и накануне выборов президента начнут разбегаться ТИКи, ну, наверное, это будет совсем странно. Вот, тем не менее, ТИК собрали. Ну, а второй аспект заключался в том, что, ну как бы неофициально, не явно, не гласно выборы всегда курирует внутри пола, так называемый, краевой. Раньше это была администрация губернатора, которая ныне разделена на два органа исполнительной власти. Это, собственно говоря, оставшаяся администрация губернатора и Министерство по развитию гражданского общества, которое возглавляет в статусе вице-премьера Наталья Александровна Щербина. И это были одни из ее первых выборов. Она начала работать в регионе в феврале, насколько я помню. Выборы прошли в мае, и она, конечно, приехала уже к какой-то готовой ситуации. И насколько мы могли судить, в том числе и за ее, были комментарии какие-то по этому поводу, что она как-то, ну, не знаю уж, влияла, не влияла, но пыталась участвовать в этом процессе. И было такое предположение, что вообще-то в ЧАРе как будто бы региональная власть наделала ставку на Наталью Корбут, которая вообще-то не являлась жителем района. И вообще по ней были такие характеристики, что она действительно неплохой управленец, но в районе неизвестна и не является местным жителем. А выборы муниципальные, с учетом низкой явки, это всегда выборы за человека, который знаком. Мне было интересно посмотреть на эти выборы сквозь призму того, какими будут результаты, ну, визуально честными или нечестными. Кире интересно было посмотреть сквозь какую-то другую призму. Вот, собственно говоря, мы это и хотим сегодня обсудить. Кира, как тебе выборы в ЧАРе? Ну, для меня там многое неожиданно. Несмотря на то, что Наталья Корбут не местная, а для коларцев это оказалось важным фактором. Потому что район отдаленный, очень сплоченный, как показали нам выборы. Тем не менее, она с июня 22-го года работала в администрации, в должности зама, затем она была исполняющей обязанности, и как будто бы у нее были все шансы за это время, пусть и небольшое, ну, каким-то образом закрепиться там. Плюс у нее был ресурс «Единая Россия», от которой она выдвигалась. Плюс, насколько мы можем судить, мы не утверждаем, но это была такая согласованная кандидатура. Всегда есть такой условный согласованный кандидат, на продвижение которого бросаются все основные силы и ресурсы. И вот как будто бы на продвижение в Каларском округе Натальи Корбута не бросались. Как мы измеряли бросание? Ну, во-первых, у нее был чистый административный ресурс, потому что она сотрудница, она чиновница администрации. Во-вторых, мы также не можем утверждать, но по мнению людей, которые там живут, депутатов и членов ТИКа, под нее подчищали кандидатский список. И в целом на выборах это стандартная история. Законодательство сформировано в том числе таким образом, что за малейшие нарушения можно снять кого угодно. Да, можно снять кого угодно. Но там были и не малейшие нарушения в том числе. Там были не малейшие нарушения. И в целом мы издалека уже, наверное, не сможем как-то объективно говорить о том, чья вина в том, что всего трое человек пришли к гонке последними. Понятно издалека только то, что врач был техническим кандидатом, потому что по тому шлейфу предвыборному кажется, что он вообще никак особо не проявлялся и не пытался как-то избраться очень активно, не вел какую-то агитационную деятельность. Поэтому два основных кандидата остались. Это Владимир Устюжанин и Наталья Корбут. По Устюжанину тоже важно, наверное, сказать, что визуально это человек, который не имеет отношения к каким-то экономическим или политическим силам в Каларском округе. Но вообще-то он работает в организации которая по подряду сотрудничает с удаканской медией и строит объекты этого предприятия. Поэтому, например, с точки зрения удаканской меди, которую мы в своих текстах упоминаем и которую в целом жители Огруга обозначают как интересант результатов выборов, это в целом понятно. Им, в принципе, что Наталья Корбут, что Владимир Устюжанин в целом вполне можно работать. Тут еще важно сказать, что к нам коларцы пробивались. То есть некая активная политическая и просто гражданская ячейка билась к нам и просила написать про то, что вообще-то ТИК распался. А мы, конечно же, это знали, просто никак не могли до этого добраться. И добрались мы до ТИКа уже практически перед самими выборами. В неделю перед выборами. В неделю перед выборами. На самом деле, это была показательная история. Потому как все это происходило, стало понятно, что никто особо-то и не контролирует, как будто бы со стороны эти выборы в Каларском округе. И казалось, что люди сами как-то приняли решение, объединились. Ну, понятное дело, что там были депутаты, которые как-то влияли на общественное мнение. Понятно было, что члены ТИКа, которые очень много лет там работали, это тоже важно. То есть они работали там ни год, ни два, они работали там по 10, по 15 лет. Их знали, им доверяли. И в целом к ним вообще никаких вопросов со стороны избирателей и даже со стороны избиркома Краевого не было. Это был абсолютно нормальный, прекрасный, подготовленный ТИК. Просто когда мы уже подключились и начали отрабатывать эту тему, стало понятно, что там всё изменилось буквально с момента ухода членов ТИКа. Все начали делать то, что они должны делать по своему прямому функционалу. Избирком Края начал собирать новый ТИК, потому что оставался месяц до выборов. И в целом та давка, может быть, о которой говорили члены ТИК, когда они уходили в отставку, и той причиной, одна из причин, которую они называли, что на них оказывалось давление, не только со стороны властей условно, но и со стороны избиркома, оно, скорее всего, выражалось исключительно в том, чтобы собрать новый ТИК или сохранить старый. И вот всё-таки про это давление я так и не понял. В чём оно? А никто прямо и не говорит, и, мне кажется, не может сказать, потому что у нас в целом такое очень цензурированное сейчас информационное поле. Но вот как они прямо скажут, что они скажут, что их заставляли документы какие-то не принимать или что-то подписывать не то? Я думаю, что вряд ли они об этом могут рассказать. Я просто прочитал, естественно, все тексты, которые мы про это писали. И я не до конца понял, что их вынудило-то вообще. Их вынудило то, что их заставляют работать на конкретного кандидата. Их взбесило то, что к ним включили в комиссию политтехнолога. Про политтехнолога, по крайней мере, мне понятно. Да, да, да. Ну то есть это в целом не очень стандартная ситуация. Насколько я понимаю, политтехнологи ручками обычно не лезут в тики прямо. То есть они находят каких-то тихийских кандидатов. Они что-то как-то там... Они нанимают юристов, которые снимают по суду каких-то соперников. Ну понятно, ведут политтехнологическую работу. Но руками они туда не входят. И мне кажется, что это уже давление. Ну то есть все же понимают, что Илью Поймушкина кто-то привез. Его привезла там Единая Россия или кто-то, кому важно, чтобы Наталью Горбот избрали. Мы не знаем, кто. Но кто-то же ему заплатил. Зачем-то же он приехал. Да. А кто-то же ему предположительно заплатил. Кто-то же ему предположительно заплатил, конечно же, потому что это его хлеб, как минимум. Просто мы-то с тобой еще должны упомянуть, что функция тика не является в чистом виде политической. Функция тика заключается в проведении выборов. Да, но это не значит, что на тик невозможно каким-то образом надавить. И мне кажется, что нахождение Ильи Поймушкина – это уже определенное давление моральное. То есть наличие Поймушкина в тике – это странно. Конечно. Хотя Поймушкин комментировал свое присутствие в тике, говорил о том, что его задачей являлось проведение выборов. И смотрите, мы их провели действительно честными. Для меня было удивление сам факт наличия и Поймушкина, и наличие его комментариев в публичном пространстве. Это как минимум интересно. Это интересно. Но как максимум я согласен с тем, что присутствие политтехнолога, который является политтехнологом, в тике, функции которого на выборах до юра являются техническими, это странно. Да, это странно. И весь комментарий Поймушкин, конечно же, рассказ на дурака для тех, кто не понимает, как вообще на выборах работают. Все остальные участники этого вопроса все прекрасно понимают. И у них просто, наверное, выхода не было. Потому что когда нам это все комментировала, Наталья Щербина или Ирина Пешкова, заместитель председателя Краевого избиркома, я при этом и хочу понимаю, но личность Поймушкина уже была озвучена. И все, что они сделали, сделали вероятно то же, что и Илья Поймушкин. Вот замечательный человек, который понимает, как работает ТИК. Нам в целом не смущает его нахождение в ТИКе, но это же очень странно. Поймушкин появился в декабре? Ну да, но зашел он чуть позже. То есть он появился до Щербина? Да, но это не отменяет того. Я понимаю, но он появился до Щербины, но он появился при существующем избиркоме Краевом. Да, он появился там чуть позже, конечно. Ну, в смысле, появился в Каларском округе он раньше. В ТИКе он появился чуть позже. Согласись, что... Вот давай представим, что ты, например, председатель регионального избиркома, не дай бог. Я против. Я считаю, что это давление. Согласись, что это странное присутствие. Это очень странно. У меня-то вопросы здесь к избиркому Краевому. Да, но у меня вообще ко всем здесь вопросы, кроме сотрудников Краевского ТИКа. То есть вы как это дальше видите, что мы теперь на нужных выборах будем в ТИКе включать политтехнологов нужных? Да, а потом будем делать вид, что вообще-то все нормально. Это классные ребята, у которых есть большой опыт. Да, но и нужно отдельно проследить, сколько еще будет Поймушкин в этом ТИКе находиться после того, как выборы прошли. Я думаю, что изначально весь ТИК, который сейчас собран, это опять же мое мнение, мое наблюдение, это временный состав. Он был собран быстро, конкретно под эти выборы, без какого-то злого умысла, в смысле просто, чтобы эти выборы прошли. Оставался месяц для того, чтобы их провести. Я не думаю, что это какой-то будет регулярный состав ТИКа, учитывая в целом настроенность коларцев на то, чтобы вообще-то жить так, как они привыкли там жить. Жить с теми людьми, которыми им доверяют. И мне кажется, что еще наличие там Поймушкина, это не только давление на сотрудников ТИКа, это еще не уважение к избирателю, к прямому. Потому что это ладно, нам отсюда может еще показаться, что все эти комментарии, эти комментарии еще можно как-то воспринять. Коларцы видели это все изнутри. То есть у них основная часть населения живет в Чаре. И знают все друг друга. Они прекрасно видят, кто к ним прилетает, кто к ним приезжает, кто что делает. Они передают друг другу разговоры. И когда нам комментируют так, что это вообще-то все тут белое, чистое и приятное, и вам просто кажется, тут просто вот Илья Поймушкин помогает, это, ну, правда, рассказ на дурака. И это неуважение прежде всего к нам, как к журналистам, к людям, которые живут в Каларском округе. И вообще в целом к избирательной системе, кажется, как будто бы так делать не очень правильно. Как ты оцениваешь победу до самого Устюжанина? Я думаю, что победа Устюжанина в большей степени сложилась благодаря тому протесту, который появился в обществе в Каларском. Но я думаю, что в конце у властей Забайкальского края и вообще у всех, кто участвовал в этих выборах, был только один путь. Каким-то образом внутри себя согласовать то, что это будет Устюжанин. Слушай, но вообще в существующей схеме, если ты говоришь, что я про это ничего не знаю, это просто наше предположение с тобой, а может и не предположение, что Устюжанин в каком-то объеме находится в рабочем контакте с удаканской медией? Ну, это, как минимум, аффилированное лицо. Мы не можем это утверждать напрямую, но это заинтересован человек в своей работе с удаканской медией. Конечно, это комфортная конструкция, просто это неожиданная конструкция. То есть мы ходим как бы вокруг да около, но результаты такие, что выборы провалены, потому что кормы там двигали действительно активно. Ну, ты что называешь провалом? Ну, я считаю, что провал — это то, что они не рассчитали все риски, которые могли там возникнуть. Риски были следующие. Они не очень понимали, как вообще живет и чем живет Каларский округ. Они не понимали, что ТИК может распасться. То есть понятно, что нестандартная ситуация, но как будто бы звоночки какие-то должны были поступать, и это нужно было учитывать. Они не оценили личность Корбута и ее отношение к ней. Они думали, что у них все получится, потому что так получается всегда. Мы предполагаем, так получается всегда. Есть ресурс партии, есть ресурс еще кого-то, кто платит приезжим поливотехнологам. Есть чистый административный ресурс за Корбут, и как будто бы здесь вообще все должно было сложиться вот как надо. Но не сложилось, по моим ощущениям. Я в ситуации, когда совершенно очевидно никто не влиял на технику голосования, а очевидно, что на технику нет. Да, то есть все выборы прошли в чистом виде. То есть просто вот что было на УИКах, то и сложилось в итоге. Потому что я, например, прекрасно помню выборы последней главы города Краснокаменской и Краснокаменского района, когда мы до утра ждали результатов с некоторых участков, отдаленных от города Краснокаменска, и результаты в протоколах менялись там в разные стороны. Здесь ничего такого не было. Вот. То есть технические выборы прошли чисто. С другой стороны, когда ты говоришь, что ситуация уникальна, она действительно уникальна. Во-первых, потому что Климович шел в отставку в достаточной мере неожиданно. Я не знаю причин, это отдельная совершенно история, про нее можно говорить. Во-вторых, в чистом виде внутри пола нет. То есть раньше это была администрация губернатора, который возглавлял Колыванов, который уехал. А потом администрацию губернатора разделили на два органа исполнительной власти. Приехала Щербина в феврале, когда условный Баймушкин уже был в Тике. И она что-то должна была с этим делать. В-третьих, вот ты говоришь про влияние партии, например, у меня большие сомнения в том, что Единая Россия как-то влияет на ситуацию. Я не говорю, что оно было в Каларском округе. Я говорю, что обычно, когда за тобой стоит Единая Россия, у которой есть ресурс и чиновничий, и экономический, и в целом политический, конечно, как будто бы это должно уже влиять само по себе. Но в Каларском округе этого не произошло. И как будто бы в этом-то и была проблема, что все рассчитывали на обычный исход. Вот есть условно три фактора, которые помогают нам избрать кандидата, который всех нас будет устраивать. И в этом, кстати, ничего плохого нет, когда он всех устраивает. Ему со всеми работать. Слушай, просто, по-моему, это не работает. И пример Каларского района показывает, что когда у вас чистые уики, которые в чистую работают, и когда у вас ТИК выполняет те функции, которые ему предписаны законом, у вас вот эти факторы, которые ты перечисляешь, не работают. И когда вы привозите в очень сконцентрированный на себе муниципальный округ кандидата, которого здесь не знают, даже если он хороший администратор, его не изберут. Это хороший урок для всех, кто кого-то куда-то привозит. Потому что когда вы применяете политические технологии на уровне региона и используете федеральных политтехнологов, это одна история. Когда у вас 400 тысяч избирателей, а когда у вас 6 тысяч избирателей, из которых на участке придет 1800, это вообще другая история. И большой вопрос к тому, я думаю, абсолютно права в том смысле, что не очень понятно, кто-то координировал этот процесс или нет. Я подозреваю, что он довольно стихийно вылился. Я думаю, что попытки были, их не могло не быть. Ну, конечно. То есть, в любом случае, все пытались в меру своих возможностей каким-то образом повлиять. И, например, мы опять же не можем утверждать, но мы опираемся и на рассказы людей. То есть, они говорят, что попытки, например, к чистоте работы, самих тиков, вопросов нет. Но были попытки, какие обычно они бывают на всех выборах, там, не знаю, привезти студентов каких-нибудь, молодежь какую-то, которая вообще-то не очень важна. Технические какие-то. Там как будто бы там тоже такое было, просто не сработало. Но в результате этого нет. В финальном результате, который в протоколах, его вообще нет. Его нет. Я их видел, эти протоколы. Да. Мне кажется, это еще важный фактор того, что вот мы сейчас пытаемся понять, что кто внутри пола мог вообще контролировать с ней. Ну нет, там Наталья Щербина как одинокая береза. У нее вообще никого нет, она одна. Ну, это мое ощущение. У нее несобранная команда. Она приехала из Хабаровского края. С ней, очевидно, на краевом уровне никто не мог проговорить про Каларский округ, потому что никто про него ничего на уровне региона и не знает туда. Ну, знают, но туда не так много ездят. То есть, единственный, наверное, самый близкий источник к Каларскому округу в жизни Тудаканская иметь. Они там находятся, они контактируют, у них работают люди из Халарского округа. Они понимают, как это устроено. Просто как будто бы действительно вот, ну, это опять же подтверждение того, что Тудаканская иметь туда сильно это и не лезла, потому что если бы захотела, то случилось бы так же, как с Климовичем, например. Условно, там, если бы она очень захотела Корбут. Хотя победа Климовича не очевидна. Да, была бы Корбут. И здесь, конечно, это тоже показатель того, что компания не сильно-то залезала туда или вообще не залезала. А вы думаете, как правильно? Залазить или не залазить? Ну, давай просто представим центры силы. Я думаю, что все, кто заинтересован в том, чтобы избрать своего кандидата, имеют на это абсолютное право. Потому что Тудаканская иметь вливает в Каларский округ гигантские деньги. Потому что кривому правительству, конечно, нужен глава, с которым он сработается, с которым будет комфортно работать. Каждые два года менять условного Климовича, ну, это не очень продуктивно. В округ, тем более в такой далекий округ, должен зайти человек, который будет там работать много лет. И которого там, конечно же, знают. И с которым комфортно работать. И с которым комфортно. И который пользуется – доверием. То есть, это должен быть вообще-то в идеале кандидат, который пользуется доверием и протекцией всех, и гражданского общества, и т.даканской меди, и правительства края. Идеальный мир. Идеальный мир. И как будто бы, ну, ничего же не мешает этого кандидата создать. Просто это были очень короткие сроки. Просто это была одинокая Наталья Щербина, которая при этом при всем еще не очень умеет работать с медиа, потому что она просто такой качественный сотрудник избиркома. Их, видимо, не очень там настраивают на то, чтобы давать какие-то внятные комментарии. Это другая работа, но она на ней закреплена. У нее министерство вообще-то как бы с массовыми коммуникациями в том числе завязано. Здесь как бы, ну, я даже уже не знаю по сечении всей этой ситуации, кому эти вопросы вообще можно задать, как будто бы никому, потому что никто не знает на них ответа. Слушай, так сработала избирательная система. Вот она именно так сработала. То, о чем ты говоришь про идеальный мир. Идеальный мир возможен, когда люди, занимающиеся внутренней политикой в регионе, занимаются и много лет. Понимаешь? Вот они просто погружаются в это и сидят там годами, а лучше десятилетиями, да простят меня боги, а лучше десятилетиями. И тогда они все это контролируют. И я видел времена, когда это все контролируют. А сейчас у нас, ты извини меня, на должности человека, который управляет внутриполом, за последние пять лет поменялось Нихаев, Казаков, Колыванов и сейчас Наталья Александровна. Четыре человека. И никто из них толком не зацепился. Нихаев построил систему, которая после него рассыпалась. Казаков я вообще не знаю, чем занимался. Колыванов занимался, он на самом деле технологичный очень человек, занимался какой-то своей работой, но он ее то ли не доделал, но по большому счету история в чаре сформировалась все времена Колыванова полностью. И Щербина приехала к готовой ситуации. Да, но мне видится это так, что это на самом деле ответ нам не только по Каларскому округу сейчас, а в целом по всему региону, потому что мы сейчас еще и болей захватим. Очень долгое время краевое правительство, ну как очень долгое, с 19-го года, наверное, жило в уверенности, что влияние администрации губернатора хватает на то, чтобы делать в районах то, что обычно там делают. Выбирают тех глав, которые им нужны, заводят туда какие-то деньги, которые там условно нужны районам. Это даже в лучшие времена не всегда так было. Ну да, но ощущение, что как будто бы все в этом ощущении пребывали, что это работает, а оказалось, что нет. Оказалось, что, например, влияние правительства, и там в лице, например, Александра Михайловича Осипа, или там Натальи Щербины, его не хватает для того, чтобы каким-то образом, ну не продавливать, а просто как и организовывать работу в районах. И то, что Каларский округ стал округом, и то, что эта централизация там как будто бы уже произошла, вот эта вот история с муниципальными округами, она же в том числе и про это, что это какая-то выстроенная, линейная, очень вертикаль. Ну ее нет. Каларский самый первый стал округом, насколько я знаю. Я не помню, но один из первых точно. Вот, пожалуйста, вертикали нет, влияния, как выяснилось, тоже нет. И это какие-то, как будто бы, это не новые условия, в которых нужно работать, это абсолютно как бы старая история, но как будто бы с ней надо работать, а не рассчитывать на то, что если у вас есть какой-то ресурс, то все будет классно. Так не работает. Вообще, коль уж мы заговорили про переход к системе округов с системой муниципальных районов и про погружение, а это на самом деле погружение вертикали, ну такое оно какое-то странное, знаешь, такая вертикаль, которая дотягивается до бывших сельских поселений, но посреди этой вертикали остаются выборы прямые. Это, мое мнение, очень непопулярно. Я думаю, ну вы, коль уж строите вертикаль, вы ее полностью строите. Вы тогда назначаете просто глав районов, как раньше назначали глав райкомов. Я в этом ничего страшного не вижу. Я не понимаю, зачем устраивать всю эту свистопляску с выборами. Возьмите просто на себя ответственность, назначайте людей, требуйте с них и берите на себя ответственность вместе с ними. Я вот смотрю на все эти выборы и давно так думаю, зачем все это нужно, зачем все эти танцы с конями, когда у вас политтехнологи сидят в тиках и это пытаются выдавать за норму. Зачем вам выборы, в которых вы не можете предсказать результаты все время играете в рулетку на государственные деньги? Да блин, давайте их назначать. Зачем мы все это устраиваем? Причем не надо даже ничего менять. То есть, ну давайте переменяем, в общем, весь этот порядок прямых выборов, договоримся, поменяем уставы и начнем назначать людей, которые будут главами администрации по конкурсу. Я условно говорю. Я прям люто согласна. Я еще хочу сказать, что при этом, при всем кадровый ресурс в районах, он есть. То есть, в некоторых районах есть главы, которые очень давно работают. И как будто бы их даже уже не обязательно выбирать. К ним привыкли, они выстроили какие-то связи, взаимоотношения. Не надо тратить деньги на выборы, не надо тратить на них ресурсы. Реально, просто назначайте и все, они будут спокойно там работать. Если не они, то подтягиваются их замы. А вы условно перетаскиваете Наталью Корбут. Ну, то есть, понятное дело, что они и правда в Чернышевском районе были очень хорошие отзывы. И в целом, и даже в Каларске, когда она приехала, к ней все говорят, мы знаем, что она в Чернышевском районе работала прекрасно. Так оставьте ее там. Пусть она там и работает. Пусть она станет угловой. Да. Как будто бы вот эта система, она и позволяет еще внутри районов вырастить эти кадры и закрыть этот кадровый голод, о котором мы бесконечно говорим. Это же супер работает. Ну и давай сразу тогда перейдем к Балейскому району. Здесь я тоже коротко опишу ситуацию. Она тоже довольно интересна, потому что, по большому счету, на выборы пошли два единороса, которые конкурировали друг с другом. Но я так понимаю, что официально был выдвинут победитель предварительных выборов в праймере с Единой Россией и таков устав партии, который требует выдвигать победителей предварительных выборов. И вот человек, который выдвинулся по результатам праймерис, проиграл человеку, который в праймерис тоже участвовал, проиграл, тоже является единороссом, но после праймерис пошел на выборы самовыдвиженцем. И в итоге вот Евгений Ушаков, который является победителем, глава села Нижний Ледикан, человек вообще-то опытный с точки зрения политики в том числе, потому что он в предыдущих выборах участвовал и проиграл Сергею Гальченко. И там была борьба прямо Сергея Гальченко. Собственно говоря, почему выборы в Балейском районе случились? Потому что Сергей Гальченко получил уголовный срок, условный уголовный срок за махинации при, по-моему, разборе завалов связанных. И он не мог занимать больше эту должность. То есть Сергей Гальченко ушел, выборы были досрочными, объявлены. И вот эта вот история произошла. Она, с моей точки зрения, очень показательна тем, что происходит в самой единой России. Опять же, возвращаясь к теме того, что зачем вообще вы это устраиваете. И победа вот этого самого движенца Ушакова, она тоже поразительна. Она там 72,7. Хотя вот Константин Чистохин, он вообще местный человек. То есть если в Чаре у нас была Наталья Корбут, которая приехала из Чернышевского района, то вот я вижу, что Константин Чистохин был главой районного комитета образования. Тоже местным человеком. Наверняка как-то, по крайней мере, я подозреваю, что он пытался использовать ресурс системы образования. Я предполагаю просто, да, но это не сработало. Вот Евгений Ушаков, который родился в самом Более в 76-м году, то есть он достаточно взрослый мужчина. Он работал в системе здравоохранения. Ну и на самом деле он давно уже в муниципальной власти. Что с этими выборами? С этими выборами на самом деле все чуть больше лежит на поверхности, потому что было видно, что Чистохина двигает. В том числе двигает за счет, видимо, какого-то остаточного ресурса влияния Сергея Юрьевича Гальченко. Он, правда, у себя почистил в Телеграме все эти посты зачастую. Почистил? Почистил. Но вообще-то они там были, и вообще-то интернет все помнит. То есть, а учитывая, что это делал Сергей Юрьевич Гальченко, он у нас в целом с властями краевыми на довольно короткой ноге. Он человек уже в политике и вообще в целом в муниципальной политике давний. И конкретно он, вот, например, использовать Телеграм, было понятно, что если Гальченко у себя постит посты про Чистохина, то в целом как бы траектория движения Чистохина к власти понятна. Его поддерживают на уровне края, на уровне партии по праймерсу и так далее. И тут тоже случился какой-то баг, видимо. И этот баг, если коларский округ, видимо, более в этом плане проблемный, не очень очевидный, и поэтому про коларский округ ничего нигде не писали, то после болея Алиса в Забайкале сразу же выкатила заготовочку про то, что... Про правительственный Телеграм-канал. Про правительственный Телеграм-канал выкатил заготовочку про то, что так и было задумано, чтобы выборы были честные, дали возможность побороться обоим кандидатам, одному язноросам, одному как самому движенцу, другому как человеку, который ведется от партии. И вот, пожалуйста, честные выборы случились, победила дружба. Это все... То есть, этот пост выглядит как заказной, даже если ты не понимаешь, что происходит в Балейском районе, он действительно выглядит как попытка оправдаться, потому что это второй провал на муниципальных выборах. Ну, то есть, я вижу это как провал. И это тоже показательная история, при этом при всем, ведь Балейский тоже не очень простой район. Там вообще-то очень активная, как бы это не оппозиционная, но очень активная гражданская ячейка. Там очень много разных людей, которые что-то делают там в сфере экологии, в сфере здравоохранения, просто как гражданское общество. Там крупные инвесторы стали узнавать. То есть, власть не знает своего избирателя. Никакие экзитполы, праймерис, ничего из обычных технологических вот этих вот историй, да, инструментов, они не позволяют понять, кто будет выбирать. И как будто бы это тоже классный момент всем сейчас задуматься о том, что вообще-то надо идти в народ. Вообще-то надо очень глубоко исследовать ситуацию, которая в районе происходит. И происходит на протяжении очень многих лет. И в Балейском районе вот это вот нагнетение оппозиции, да, Гальченко там, или не Гальченко в лице, наверное, даже в краевой власти. Это же он такой как бы апостол был вот этого всего, вот этого всего правительственного влияния. Там этот протест рос, и он там растёт. И Балейский район вообще-то был первым и единственным районом, который вышел против отмены коэффициента районного. И вообще-то они были первыми и единственными, кто петицию создал против этого коэффициента. Ну то есть надо понимать, что там всё нормально с этим. Там есть какое-то сообщество, которое, даже если у вас есть там два сильных кандидата от одной партии, даже если вы им устраиваете там какую-то борьбу... Это странно. Ну это странно, конечно, это странно. Это вообще всё непонятно. Всё непонятно. Ну в смысле... Ну нужно учитывать общество. Ну то есть, а как будто бы нас вообще перестали избирать или вообще перестали видеть в этой картинке? Это проблема. Это глобально. Я, как тебя поддержу, что перестали видеть. Во-вторых, я всё-таки вернусь к этой теме про нормальное и ненормальное. Вот эта история про то, что два кандидата от одной партии пошли на выборы — это трэш. У меня всегда стоит перед глазами пример Чеченского района, в котором в 2018 году избирали главу. И там было несколько кандидатов от власти. По-моему, Сергей Владимирович Фисюк, по-моему, был Лобанов, который председатель общественной палаты. Ещё, по-моему, третий от условной власти человека. В итоге победил Вадим Захаров, представитель ЛДПР, которого потом пришлось спешно сносить, потому что он, по-моему, вообще не понимал, куда он попал. Я знаю, почему так случилось. Не буду сейчас здесь говорить, потому что в администрации губернатора не было единства, и выборы пустили на самотёк. Вот пример болея, когда два представителя одной партии идут на выборы, это говорит о больших проблемах в самой партии «Единая Россия». У меня как бы нету иллюзий по поводу того, кто может быть основной политической силой в России, в Забайкальском крае и так далее. Но прямо скажем, у КПРФ и у ЛДПР, в том числе на уровне региона, были возможности для того, чтобы стать серьёзной политической силой. Они их не использовали. То есть «Единая Россия» на самом деле это как бы единственная партия, которая обязана брать на себя некоторую ответственность, в том числе за выборы в районах. И она её по истории в Более видно, что не видит эти выборы, не понимает, что с ними делать. И у меня большие вопросы в этой истории, прежде всего, при всех остальных вопросах, когда нету, по крайней мере, пока выстроенной работы внутриполитического блока, когда нету ясного понимания, как вообще строить работу с районами, когда эти главы в районах находятся, там же с каждым первым говоришь, и каждый первый говорит, слушай, да я вообще не знаю, я завтра за что сяду, за собаку или за мусор там, да, учитывая вот это вот давление надзорных органов и давление условно-регионального правительства, освоение федеральных денег. Учитывая весь этот комплекс, нужно ещё учитывать, что делает «Единая Россия». Я когда смотрю на то, что происходит в Бали, у меня ощущение, что они не делают ничего. Вы почему отпустили эту ситуацию на самотёк? У вас почему человек, который не должен был выдвигаться на выборы, он почему на эти выборы пошёл? Вы как эти выборы видите? У вас, я вот специально, пока ты начинал говорить, я посмотрел на президиум, у меня любимая страница на самом деле, называется «Президиум регионального политического совета партии «Единая Россия». Реально раз в неделю открываю эту страницу, смотрю на неё, здесь публичных людей, Инна Сергеевна Щегова и Юрия Михайловича, он, все остальные вообще не понимая, чем занимаются. Ну вот, Дмитрий Валерьевич Виноградский очень активно в Балийском районе присутствовал. Может быть, ему можно этот вопрос задать. Может быть, я к тому, что Единая Россия обязана участвовать в этом процессе совершенно не так, как она сейчас участвует. При этом, при всём, Единая Россия, сейчас, прости, пожалуйста, я иначе забуду, не учитывает тот фактор, что даже если КПРФ и ЛДПР не выдвигают своего кандидата, вся масса, которые за эти партии поддержат, они пойдут голосовать, ну, из какого-то принципа. Да, и они, у них нету пункта... Не за функционеру. Да, у них есть, у них нету пункта против всех, у них нет своего кандидата, и они будут искать тот квадратик, куда нужно поставить галочку, которая будет означать протест. Более того, они ищут, потому что, например, в том же Каларском округе в Совете депутатов вообще-то КПРФ – это превалирующее число депутатов. Так же, как и ЛДПР – это достаточно «Справедливая Россия». Да, ну, то есть, этот фактор тоже нужно учитывать. И как будто бы, да, в Единой России что-то пошло не так. Непонятно, правда, что, но сейчас будут выборы в ЗАГСобрании. Ну, мне, может, непонятно, потому что я вываливалась на какое-то время из повестки, и теперь мне обратно втекла. Я тебе могу коротко сказать. В 2010 году снесли Анатолия Павловича Романова по причинам, которые, ну, наверное, у партии были причины на то, чтобы его снести. Поставили на его место Степана Михайловича Жирякова, и с тех пор системная работа с партией, построенная на неких партийных принципах еще советских, прекратилась. То есть, прекратилась точечная работа, покрывающая весь регион, и больше она не возрождалась. То есть, теперь это некие спорадические всплески, связанные в основном с избирательными кампаниями, отсутствие планомерной именно политической работы с видением того, как эта политическая работа должна в классике выглядеть. Ее нет. Слушай, мне кажется, вот я сейчас тебя слушаю и понимаю, про что ты окончательно, как будто бы это сломалось после выборов 2019 года, потому что я, когда еще журналистом работала, это был 2015, 2016, 2017 год, «Единая Россия» ездила в районы, и я ездила вместе с ними. Они, может, и сейчас ездят? Они, может, и сейчас ездят, но сейчас как будто бы это не очень. Это прям напрямую привязано к выборам чаще всего. То есть, они начинают туда активно заезжать, сейчас с матрасами, с конфетами и так далее. Но раньше это было в порядке вещей. Собирается какой-то пол краевых чиновников, представители «Едины России», все едут в какой-нибудь район, по селам разъезжают, там разговаривают с участием. Это максимально нормально. Их там знали, все понимали прекрасно, кто приехал. Сейчас тоже есть депутаты, которых знают. Мы их там периодически критикуем. Ну, Нагель какой-нибудь условный, да. То есть, есть Нагель, есть бутыльский, которого знают. Понимаешь, Нагель не функционерный, он делает это самостоятельно. Я понимаю. Да, я к тому, что это отсутствие системы, в которой, безусловно, есть люди, которые работают на округах. Это и в городе происходит, это и в районах края происходит. Поэтому иногда смотришь, знаешь, можно посмотреть на результаты праймерис по районам, и видно, кто там работает в районах. Понимаешь, те, кто работают, они побеждают с результатом 70-80%. А там, где ничего вообще не происходит, там начинается толкание ноунеймов там наверху, очень условно. Я, на самом деле, это очень интересная дискуссия политическая. Мы ее с Кирой можем продолжать еще два часа, серьезно говорю, не останавливаться. Нам бы, честно говоря, хотелось, чтобы в этой дискуссии политические силы участвовали. И, может быть, мы подумаем о том, как это сделать. Хотя вот-вот будут объявлены выборы в ЗАГСобрании, и наши возможности по обсуждению политической ситуации резко сократятся в соответствии с действующим законодательством. Поэтому, наверное, это последняя политическая редколлегия в этом сезоне политическом. Сегодня 6 число. Мы 7-го опубликуем. 8-го ЗАГСобрания объявят выборы, скорее всего, и 9-го они начнутся. Поэтому это наш последний политический лозунг перед выборами в ЗАГСобрании, которые состоятся в начале сентября. Наш посыл, Кира меня скорректирует, если я не прав, заключается в том, что, наверное, те ситуации и те выборы, которые прошли в Чаре и в Более, говорят о том, что нужно менять ситуацию в смысле перехода к некой системности. Но нельзя больше прыгать от выборов к выборам, потому что это перестало давным-давно на самом деле давать результат. Это уже не дает результата. И нужно к этому подходить с умением планировать свою работу на 3, 5, 10 лет вперед, политическую, в том числе, работу, особенно сейчас. И если мы уж говорим про кадровую ситуацию в районах, которая везде критична, но, слушайте, так можно всех людей вообще растерять. То есть, я просто представляю Корбут, который швырнули сначала в Чару, она там отработала, скорее всего, честно, потом ее кинули на выборы, она там проиграла, ее сейчас, скорее всего, я не знаю, что с ней произойдет, она куда там поедет обратно в Чернышевский район, так нельзя. Может быть, мы все-таки начнем по-иному смотреть на устройство власти в районах, будем делать это более системно. И третье, что я хотел сказать, то, о чем говорила Кира, что партиям, внутриполукраевому, региональному правительству в целом, и Единой России в частности, нужно видеть своих избирателей. Мы как будто бы разучились видеть этих людей и предугадывать их пожелания и результаты их поведения в избирательных кабинках. И это очень странно. Со всеми пунктами согласна. Если произбирать, я еще знаю, что мне кажется, что вот эта пресловутая прозрачность и новая искренность, о которой там периодически все вспоминают, она же может быть разной, она же не обязательно про то, что вот мы должны признаться, как мы делаем выборы и делать их всегда в белую. Это вряд ли сработает когда-то. Мне кажется, что вот эта прозрачность, она про прямой разговор, что да, мы сейчас вам поставим, мы вам предлагаем вот этого человека. Мы считаем, что он из всех, правда, самый лучший, нам с ним комфортно работать. Для вас он будет полезен. Давайте все вместе его выберем. В этом ничего страшного вообще-то нет. Если выйти к избирателю и с ним нормально поговорить, все, все работает. Слушай, ну да, я уж совсем последнее добавлю, что любые выборы, коли уж мы ситуацию держим в состоянии именно прямых выборов, это много черновой работы. То есть я уж не знаю, ну Кира тоже участвовал в выборах, я в разном статусе участвовал в выборах. Я прекрасно понимаю, что в районах чаще всего побеждает тот, если это чистые выборы, кто просто больше за руку приведет людей на участки. А приводить людей за руки на участки, это значит просто сесть в район и сидеть там несколько месяцев, разговаривать с этими людьми, ходить по домам, знать каждого в лицо и потом получить в итоге необходимые 2-3 тысячи избирателей, которые сделают результат. Это тяжелейшая черновая работа, которая безусловно, но так уж выборы просто работают прямые и честные, если они прямые и честные, добавляет ответственности человеку, который потом пришел в этот кабинет, потому что он знает, что эти 2 тысячи человек, которые стоят за твоей спиной, это люди, которые видели тебя глаза в глаза и ты им что-то обещал вообще-то. Так вот у меня такое ощущение, что этой черновой работы не хватает. Типа, оно халай-махалай, мы сейчас там что-нибудь привезем, какого-нибудь политтехнолога, и он что-нибудь сообразит, мы ему дадим, не знаю, что мы ему там дадим, и это все сработает. Не сработает. Иногда это работает, особенно на краевом уровне, особенно на федеральном уровне, но в районах так не работает. А край состоит не из Читы на самом деле, а край состоит из районов в том числе. Спасибо за внимание, хороших вам кандидатов, честных вам выборов и работающей всем нам системы, которая должна бы делать нашу жизнь лучше, но не всегда, к сожалению, это так. Счастливо. До свидания.